Всем привет! Вы попали на сайт звезды.ру, и с вами Марина Девятова. Совсем осталось чуть-чуть до того момента, как я стану дипломированным специалистом в разделе сольного народного пения. И скоро у меня будет государственный экзамен, на который я хотела бы пригласить всех-всех-всех, кто любит народную музыку. Дорогие друзья, вас ожидает целый вечер звучания народных и фольклорных песен в самых различных обработках. Вообще, в принципе, я уже занимаюсь музыкой 15 лет. Непосредственно с народной музыкой, наверное, я дружу в течение 9 лет. Заканчиваю сейчас Российскую Академию Музыки имени Гнесиных. Ребята, респект всем выпускникам. И Петьке Дранге, кстати, тоже отдельный респект. У него был сейчас, кстати, классный госэкзамен. Буду сдавать я его с фабрикантом, с Прохором Шаляпиным. Нас поставили с ним вдвоем. Это будет происходить 25 апреля по адресу Сибирский проезд, дом 2, дом культуры Стимул. Мы решили все-таки уйти от заведения под названием Академия, потому что все-таки оно такое очень академическое и такая атмосфера в нем очень вечно какая-то зачетно-экзаменационная. Поэтому мы решили сделать концерт все-таки более в формате не экзамена, а в формате концерта. Поэтому, дорогие друзья, кому будет интересно, приходите, рады будем видеть в 6 часов 25 апреля в пятницу. Кстати, это страстная пятница. Я думаю, что Боженька нас простит. Не виноваты мы. Это нам там сказали, что мы должны именно в эту дату сдать. Вечная учеба скоро у меня закончится. Ура! Вообще, в принципе, очень люблю свою родину, очень люблю Россию. И гастроли по городам России – это, наверное, самые-самые теплые такие гастроли, оказываются. Потому что, в принципе, помимо России мы еще катаемся с различными фестивалями, днями культуры России в различных городах мира. Ну, например, там может быть Корея, Лаос, Америка. Там, конечно, очень тепло принимают. И, ну, мне, наверное, приятно за свою родину и за свою профессию. Потому что, в принципе, слава Богу, русские песни знают. Ну, например, там «Калинки, малинки», «Подмосковные вечера» и «Катюши». Это, наверное, три песни, которые знают во всем мире. Вот. И, кстати, когда я была на гастроли в Соединенных Штатах, так как я сама выходец из телевизионного проекта «Народный артист», ну, вообще в мире это называется «Поп Айдол». Вот там мне повезло, и я смогла познакомиться с участником Американ Коп Айдол. Вот. Мы с ним пожали друг другу руки, спели «Калинку, малинку». Вот. Как ни странно, человек знает, кстати, эту русскую песню. Вот. А вообще, в принципе, вот самая, наверное, последняя экстремальная такая поездка у меня была в Гватемалу, когда я ездила в прошлом году, в июле, на жеребьевку, жеребьевку Олимпийских игр. И вот в Гватемале выбирали страну, в которой будет происходить Олимпиада 2014 года. Вот. Там мы были из музыкантов, была только я, Игорь Бутман. Игореша, привет. Вот. Короче говоря, ребята, такого столпотворения и такого единения нации вот надо еще повидать. Потому что, конечно, когда мы узнали, что победили, то все, русская душа развернулась. И в течение суток, наверное, не могла свернуться. Вот. Очень теплая страна, очень хорошо принимали. Конечно, потрясающее впечатление на меня и произвел океан тихий, потому что вулканический песок черный. Такой достаточно очень агрессивный океан. Вот. У меня, кстати, он забрал мои очки. Вот. Там я их посеяла, волной накрыла сразу же. А, допустим, что касается непосредственно нашей родины. Вы знаете, куда бы ни приезжала, везде очень тепло принимает. И, как ни странно, хотя и говорят, что народная музыка, она никому не нужна. Нет, дорогие мои, фольклоры-то, наверное, единственное, что нас объединяет, нас, русских людей. И вообще, как ни странно, чем дальше от столицы, тем теплее принимают. Потому что все-таки, мне кажется, у нас в Москве очень достаточно так гламурно-пафосно все заделано. Так что нам, народникам, достаточно тяжеловато здесь выживать. А вот подальше, даже уже километров 400-500 от Москвы, очень тепло. Поют, знают, любят. И, конечно, безусловно, после таких гастролей, после таких приемов, ты понимаешь, что, слава богу, что не все в этой жизни меряется понятием формат, понятием эфир, понятием гламур. И, как ни странно, ты понимаешь, что твоя музыка и твое творчество, оно нужно людям. А дело все в том, что с народным артистом у меня вообще отдельная история. Туда я пошла вместе со своей подругой. Вообще, не так часто ходила на кастинги. Потому что я понимала, что все-таки у нас кастинги происходят попсово, а я и народница. И как-то думаю, наверное, вряд ли я буду в формате. Но на народный артист я пошла сама, отсидев большую длинную восьмичасовую очередь, спев Евгению Фридленду песню Валерии. Помню, стелется, метелится она за моим окном. И еще я пела Аллу Борисовну Пугачеву. Ты теперь, я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту... Вот. Евгений Иосифович как-то так, может быть, сжалился, а может быть, не знаю, не задумывался. И, наверное, мимо просмотрел в анкете пунктик, что я учусь в академии на кафедре сольного народного пения. Ну, короче говоря, когда я прошла туда, народ не знал, куда меня, видать, засунуть. А потом, господин Кучера, когда уже пошли отборочные туры... Господин Кучера, спасибо вам большое, Оскар. Ты сделал для меня очень многое. Ты сказал, Мариночка, ну спой, что ты хочешь. И тогда я спела маленький кусочек фолькорной песни. И, наконец-то, наши члены жюри начали понимать, откуда же, оказывается, девятого появилось. И, наконец-то, вот она, она настоящая, кричали члены жюри. И тогда общество и поклонники разделились на две части. Одни говорили, что надо эту девятову, надо ее в колхоз, чтобы она доила коров. Я же не против, только оставьте. А в старшее поколение оно говорило о том, что, наконец-то, вот наша русская девочка с русской песней, наконец-то, она зазвучала на центральном телевизионе. Вот, так что народный артист. Но все равно у нас, понимаете, народ любит экзотику. Поэтому у нас в финале оставился китаец, то есть Амарху, как его бедного называли, и колхозница, то есть я. Так что сцена Государственного Крымевского дворца принимала нас двух финалистов. Вот, ну мужчинам у нас везде дорога. Вот, женщины у нас русские, с веслами. Вот, есть женщины в русских селениях, дорогие друзья. И я поэтому победила Амарху, и я безумно за него, если честно, рада, потому что он, правда, был достойным. Он, в принципе, всегда лидировал, потому что за него хорошо голосовали его поклонницы. Девчонки, вы молодцы. Ну, во-первых, хочется всем пожелать, наверное, все люди на земле хотят одного. Это счастье и любви. Поэтому, дорогие друзья, дорогие поклонники, дорогие поклонники сайта Звезды.ру, я хочу вам пожелать счастья, чтобы вы были счастливы, независимо от того, есть ли у вас любимый человек, есть ли у вас профессия, есть ли у вас работа, есть ли у вас деньги, есть ли у вас замечательный автомобиль или квартира. Я хочу пожелать, чтобы счастье в ваших сердцах было независимо ни от чего. Ну, и, конечно же, любви, любви в сердце, любви к своим родным и близким. Хочется пожелать всем поклонникам оставаться верным своим артистам. А мы, артисты, в принципе, наверное, ради вас готовы на всяческие жертвы. Поем, сочиняем, творим ради вас, дорогие мои. Поэтому вот этот тандем, я это поняла после народного артиста, что такое поклонники и как много они могут сделать для артиста. Вот, поэтому спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Сайту звезды.ру, респект Иважуха, ребята, вы молодцы. Продолжайте в том же духе. Ну, естественно, хорошего настроения. Сейчас, кстати, уже солнце на дворе выглядывает, поэтому скоро лето. Чтобы летом у вас, пусть у вас найдется любовь. Вот, вот так, пусть у всех найдется вторая половинка. Дорогие мои, в счастье вам, любви и крепкого здоровья. Пока. С вами была Марина Девятова. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»